Вот какого хрена... Вот... Ладно. И снова здравствуйте. Вы, короче, сейчас прослушали краткое содержание моего мнения о вчерашней рыбалке. Тут оно примерно такое. И несмотря на то, что видео вчера всё-таки вышло про эту рыбалку, мнение моё остаётся прежним. Потому что вот какого с этими праздниками, с вот этими перекладываниями вещей из рюкзака в рюкзак, я приехал на рыбалку без зарядки в телефоне, для телефона в машине, без пауэрбанка, без второй камеры. Ну, собственно, у меня села батарея в первой камере, зима всё-таки на улице, какая-никакая. И на этом вся съёмка закончилась. Поэтому вы вчера не увидели ловлю на водосбросе у нас. Вы вчера не увидели более подробный обзор моих приманок для этой ловли. В общем, ничего вы толком не увидели. А посему придётся начинать заново, как говорится, на колу. Мочал и начинай сначала. Так вот, о чём я. О приманках для микроджига я вообще могу говорить бесконечно. Потому что всё, что вы у меня видели про воблеры, колебалки, там ещё какие-то эти блёсенки и приманочки и прочую фигню. Вот это всё, это ничто по сравнению с тем количеством приманок, которые у меня есть для вот этой микроджиговой ловли. Вот здесь просто... Вот это ещё не всё. Это просто часть того, чем я ловлю, остальное просто там в столе лежит. Так вот, поехали. Будем начинать сначала. И начинать будем, естественно, с самого лёгкого. Я сразу говорю. Мне тут напомнили с одного дружеского канала мою фразу, которая была сказана, что рано или поздно мы один хрен страхаемся до мормышинга. Ну, к этому и пришло. Не мы такие, зима такая. Ну, если просто в других местах ничего не ловится, приходится мормышить. Но, опять же, я буду говорить про свои снасти. Про свои. Потому что я не мормышер в чистом виде. Потому что там, где у меня начинаются снасти для мормышинга, у нормального мормышера они на этом месте заканчиваются. Потому что там ещё хуже и ещё всё сложнее. У меня всё-таки проще. Поскольку я ловлю всё-таки не леской, не нанофилом, а всё-таки тонким шнуром. Там 0,3-м, 0,4-м. В этот раз я даже ловил 0,5-м. Но это Shimano Pitbull. Он вообще очень тонкий и скользкий. В принципе, он мне позволяет ловить. То есть, соответственно, набор моих приманок даже для мормышинга, он всё равно по весам он достаточно такой. Емкий. Ну что, поехали потихонечку, помолясь. Откроем коробочку. Вот, собственно, коробочка, с которой я вчера ходил гулял. У меня здесь вот есть для поводков флюрокарбон. Я уже показывал его вчера. 0,14-й. Крючочки замечательные от фирмы Flagman с большим ушком. 12-й номер. И где-то у меня, да, вот ещё. Вот от фирмы Flagman. 10-й номер. Отличные маленькие крючочки, на которых, в принципе, можно делать альтернативу мормышкам. У меня есть вот тут небольшие стики. Вот такие. Одним из которых я вчера ловил. Тоже очень прикольная вещь. С этой стороны коробочки. У меня всё тяжёлое. Это вообще, собственно, к мормышингу как таковому вообще может не относиться. Потому что здесь все головы, вот эти, они все такие. Полтора-два грамма. Это всё тяжёлое. Это тяжёлое. Это уже больше для микроджига как такового. А вот здесь то, чем я, собственно, ловлю и вчера ловил. Именно в качестве мормышек. Но это и есть мормышки. Вот давайте смотреть. Ну вот эти шарики, они лёгкие. Они где-то максимум по грамму. То есть, в принципе, прокатывает. А вот тоже мормышечка где-то около грамма, чуть меньше. Вот эти два клопика тоже где-то, ну, может быть, чуть меньше грамма. Ну, тоже грамм, наверное. Вот такие вот клопики. Мои любимые бочечки. Вот. Показываю. Вот эти бочечки я очень люблю. Они лёгенькие. Они весят меньше грамма. Они там где-то, может быть, 0,7-0,8 грамма весят. Вот тоже ещё одна бочечка. Вот такая вот замечательная. Вот это мормышечки. Это у меня сюда перекочевали из зимней коробки. Это всё лёгенькое. Такое тоже 0,6 грамма, наверное. Вот так вот. И причём, что самое интересное, я вчера начинал ловить с довольно тёмной мормышки. У меня поклёвок не было. А потом перешёл вот на такую вот с кислотой немножечко. И поклёвки сразу появились. Поэтому вот я тоже сюда переложил вот такие мелкие мормышки. Они очень хорошо ловят. Вот тоже вот такая вот. Вот. Тоже очень неплохо. Ловит вот такая мормышечка у меня. Вот мормышечки мелкие. То есть совсем мелкие клопики. Они вообще грамм где-то 0,4-0,5 грамма. Но их, конечно, моей палкой уже забрасывать очень тяжело. Но настоящие мормышеры, они считают, что это уже тяжёлые мормышки. Они там ещё мельче ловят. Но моими снастями уже вот такими мормышками ловить прям, скажем, совсем тяжеловато. Кидать их прямо неудобно. Ну, у меня и спиннинг не специально для этого. Ну, а также вот есть вот такие вот мелкие головы с вот такими вот стиками. Вот ещё одна замечательная такая мормышка-бочечка. Тоже оснащённая твистерочком. Ну, или вот, как видите, двухграммовая голова. И смонтировано всё это на крючке 12-й номер. Кстати, вот интересно. А у вас синий цвет вообще работает? Вот у нас я так не могу понять. То есть я вот ставлю, но что-то я пока вообще понять не могу. Насколько у нас вот этот цвет рабочий. Мне кажется, что вот у нас этот цвет не очень хорошо пашет. Вот такие цвета у нас гораздо лучше пашут. И вот, видите, вот такая вот резина. Эту резину мне прислали фирмы Fishery. Какой-то вот такой малёк. Вообще совершенно непонятный. Тоже смонтирован на 12-м номере на крючочке. Но вот при этом на него так вот поклёвывает. Вот это вот довольно прикольная приманка, если честно. Вообще вот подобные вот такие приманки я предпочитаю вот с помощью вот таких грузил. Монтировать. То есть я просто беру, вот я заехал в очередной раз, купил коробку. Ну, потому что они расходуются очень быстро. 0,3, 0,6, 0,9, 1,2 грамма. То есть я просто беру грузило и защемляю на леску впереди крючочком. Всё, больше ничего не надо. Всё точно так же прекрасно ловит, как и мормышка. А дальше у меня идёт микроджиговая тема. То есть тут у меня получается, смотрите, когда я хожу по таким малым речкам, я обычно беру с собой вот такую упаковочку. И беру вот такую вторую коробочку, в которой лежат уже полутора-двухграммовые, трёхграммовые головы, четырёхграммовые, здесь пятиграммовые. И вплоть до, там, шести-семиграммовых голов с разной резиной. Это такой оперативный запас, который я сунул вот в два кармана и пошёл. Больше мне ничего не надо. Иногда беру с собой вот такую коробку. Тут всякая микрушная тема. Вот это можно рассосовать в жилет по карманам и не таскать с собой никакого рюкзака. Просто вот три вот эти коробки. Ну а ежели уже беру сумку, то в сумке у меня уже вот такая красота лежит. То есть здесь головы от полутора-двухграмм до пяти-шести. Дальше перекрывается другой коробкой. И вот это вся микрушная тема. Причём резину я раскладываю не по видам, а по цветам сразу. То есть у меня вот здесь могут быть намешаны и вот такие твистеры, вот такие юмовские твистера. Лишь бы это всё было в один цвет. Точно так же, как и дальше по всем, вот видите, по всем ячейкам. Здесь у меня вот такие вот кракозябры. Здесь у меня всевозможные различные раки разных фирм. Как правило, вот я люблю вот эти цвета, я их покупаю. Здесь у меня тоже отдельно кракозябры. О, вот такого плана. Тут же может быть и лярва от Фанатика. Вот в этой части всевозможные черви, стики и прочие дела. И вот мне, кстати, очень нравится вот эта резина. Я не знаю, кто её как называет. Все её называют по-разному. У Брады Бейтс есть такая форма резины. У Фишери есть такая форма резины. У нас наш мастер Воронежский льёт вот такую форму резины. У этого, господи, у Фишапа есть такая же резина. Вот эта резина мне очень нравится. То есть вот она по окуню работает прекрасно. Вообще замечательно работает вот эта резинка по окуню. Ну и вот такие вот дела у нас тоже очень хорошо работают по окуню. Вот здесь у меня совсем мелочёвка. Это вот твистерочки размером... Ну это две трети дюйма, наверное. Совсем, видите, маленькие. Даже не две трети дюйма. Вот сравните. Вот Релакс. Это, по-моему, три четверти дюйма. А это вообще, наверное, полдюймовая резина. Видите, какая совсем маленькая. Вот она прекрасно работает по мелкому, по такому окуню. И иной раз она даже выстреливает не только по мелкому окуню, а, кстати, по хорошему карасю и по сазану. Ой, прямо по сазану и по карасю и по белой рыбе вот такая резина у нас вообще прекрасно выстреливает. Она у меня тут абсолютно разных цветов. Есть вот такой и фиолет, и розовый, и зелёненький, и серенький. Всякая у меня тут она есть. Потому что иногда мне даже вот эти три четверти дюйма Релакс мне приходилось вот так вот откусывать совсем. Вот прям вот так откусывал. И даже вот на такой размер я один раз всадился сазана на 4 килограмма. Вот на такой маленький размер твистера. Ну а далее у меня уже следующим этапом идёт вот такая коробка. Вот эта коробка у меня уже постоянно на видео присутствует, когда я ловлю на даче у себя в рыбачку. Здесь как раз идёт, перекликается. Вот здесь есть 3-х и 4-х граммовые головы, а основную массу коробки занимает 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14. Это то, что у меня идёт на даче. Это уже, конечно, к микроджигу мало отношения имеет. Просто, ну, иногда бывает, что я пользуюсь чем-то вот мелким. Из этой части вот у меня лежит смонтированная на вольфрамовой голове на 4-х граммовый. Видите, он тоже три четверти твистер. Ну, этим я на даче пользуюсь крайне редко. В основном на даче я использую вот эту часть коробки. То есть от 8 и до 14. Этим реже ловлю. Вообще, что касается резины, её как бы много не бывает. Я использую очень много разных вариантов резины от разных фирм. Но, кстати, самое смешное, что при всей съедобке, несъедобке, вот самое смешное, что обычные твистеры от Манса и от Релакса, вот эти мелкие, казалось бы, никакая не съедобка. По факту. Но они работают. Я вот считаю, что они прекрасно работают. Они дают фору очень многое съедобки. То есть, самые банальные, которые я вам уже показывал, вот такие вот твистерочки, шикардосно работают. И я считаю, что вот как я начинал с них ловить, так я до сих пор ими ловлю и прекрасно ловлю. При этом вот ловлю вот такими стиками, опять же. Вот они. Видите? И чем мне нравится? Вот он вот такой длины, но я его периодически вот так ампутирую и ловлю банально вот этим остатком, вот этим хвостиком. И замечательно ловится. Прекрасно ловится. И очень хорошо на них у меня всегда ловилось. И причем предпочтение именно вот по цвету. Вот почему-то я люблю именно вот такие цвета. Я люблю. Рыбу не знаю, любит она или нет. У меня любит. Ну и, соответственно, классика от Фанатика Лярва. Как я уже говорил, по-моему, вот на мой взгляд, у Фанатика это единственная приманка. Вот у меня лично, в моих руках, единственная, по-моему, приманка, которая шикардосно ловит окуня. Вот все остальные что-то не очень. А вот эта форма шикарно ловит. Вот вообще вопросов нету к этой приманке. То есть, если я не знаю, что поставить, я ставлю Лярва. Но, опять же, это вот в большей части весна-лето. Потому что, ну, окунь более активный. Сейчас-то мы ставим совсем вообще мелочь. Вот замечательно, опять же, вот от Crazy Fish мне очень нравятся вот эти твистера. Опять же, ну вот я люблю этот цвет. Вот мне он прям заходит. У меня почему-то с ним все очень хорошо дружится. С этим цветом. Именно с этим цветом. И у меня от Фанатика даже вот раки в таком цвете. Практически в таком же. И тоже очень хорошо они у меня ловят. Равно как и вот Baby Rockfish. Вот такие маленькие тоже приманочки. Они чуть темнее, но, в принципе, все равно гамма та же. Там у кого зрение плохое, там очки, потому что мне говорят, что ой, у тебя на камеру плохо видно. Когда очень близко к камере подносишь, тоже расплывается, тоже плохо видно. Ну, что я сделаю, если мы разговариваем про всевозможные микроприманки. Кстати, неожиданно хорошо сработал вот такой серый цвет. Я как-то к нему всегда относился с недоверием, а тут почему-то даже очень неплохо стал вот такой серый цвет работать. И вчера на рыбалке, если вы заметили, когда я вытащил приманку у человека, который оторвал приманочку, у него вот такого цвета приманка была. Вот такого серого, абсолютно серого цвета. И он на нее замечательно ловил все утро. Ну и, кстати, одна из моих любимых приманок, я считаю, что вообще одна из, вот у меня одна из лучших приманок по окуню, это вот такой окои. Именно вот в этой расцветке. Именно вот в этой расцветке. Да, вот такого размера. И он ловит прекрасно вообще и летом, и весной, и зимой. Если что, его всегда можно вот так ампутировать, сделать покороче. И он будет прекрасно, и даже сейчас он будет прекрасно ловить. Просто я не стал вчера заморачиваться с ним, потому что мне жалко, у меня осталось тут всего две штучки. Я их пока целые оставил. Вот это у меня отлично ловит. Ну и, естественно, классика от Рейнс. Вот такие червяки. Замечательная тоже тема. Вот у меня лично, вот эти червячочки, вот такого вида, они у меня тоже прекрасно ловят. И опять же, если при нужде, всегда вот так обрезали и поставили на мормышку. Вот. Ну еще раз говорю, я не мормышер в чистом виде. То есть мормышеры там вообще используют. Они даже вообще без приманок одной мормышкой ловят, и все. Но это отдельные люди, это особые люди. Я все равно вот использую, даже вот чтобы сильно не заморачиваться, даже когда если под рукой ничего нет. Я просто беру, вот у меня есть отдельный пакетик, в котором просто нарезаны вот такие тонкие полоски китеича. Резин, да. И все. Я вот сколько мне надо от этого китеича оторвал кусочек, нацепил на мормышку. Все. Какой-то запах есть. Вкус. Не знаю, что там рыба пробует. Но ловится. Ну и опять же, то, чем я ловил. Абсолютная классика. Это мотыль искусственный от Беркли. Вот от этого, у меня этого запаса хватает. Я вот беру на рыбалку с собой, но это уже заканчивается. Беру, оторвал и кусочек, и погнал на мормышечку. Надо еще насыпать. У меня где-то он лежит в баночке. Вот этот для мормышки вообще, я считаю, идеальный вариант. Вот просто если ловишь на мормышку, самый идеальный вариант. Вот этот Берклевский искусственный мотыль. А опарыши Берклевские, как-то вот у меня они не зашли. Не знаю почему, но вот именно опарыши у меня как-то хуже работали. А мотыль прекрасно работает. Просто прекрасно. Да, еще хотел сказать по крючкам. Очень часто использую вот такие крючки от Овнера, которые гнутые. Вот согнутые. Чем они удобны? Тем, что их очень удобно монтировать вместе с обычным свинцовым грузиком. Именно для этого я и купил вот эту сегодня вот такую опять очередную коробочку с вот такими грузиками. Потому что я просто беру и вот сюда на сгиб вот так вот монтирую необходимую мне дробинку. Все, мне больше ничего не нужно. После чего я беру самый махонький твистерочек. Надел. Все здорово, прекрасно, все ловит. И в тех условиях, где я вчера ловил, вот это будет прекрасно ловить. И самое главное, что это будет очень бюджетно. Потому что это не мормышка. Я сегодня пошел искать мормышки по магазинам. Ну, вот скажем так. То, чего мне нравилось, стоило 50, 60, 70 рублей. Ребят, я на такой микроречке с зацепами. Ну, я не это... Я разорюсь, если я буду там за рыбалку по 10 мормышек отрывать. Таких, это если плотно ловить, то там 5-10 мормышек улетит только так на зацепах. Но по 70 рублей я не готов покупать мормышки. Я уже не говорю про то, чтобы покупать их там по 100 рублей. А вот здесь все удовольствие. Одна дробинка, один махонький крючок. И один махонький вот такой твистерок. Все, больше мне ничего не надо. Вот я сюда поставил 0,6 грамма. Вот завтра буду этим ловить. А за всем пока-пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Делайте все, что хотите. Присылайте донаты на бензин. И не забывайте ничего, когда едете на рыбалку. Пока.